В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась презентация книги «Весь Плющенков» и встреча с ее автором, историком, краеведом, журналистом, поэтом Сергеем Плющенковым. Новая восьмая по счету книга Чунского журналиста состоит из трех больших разделов. Первый – это летопись «Откуда есть пошла она, земля, таежная Чуна». Второй – записки краеведа о деревнях, селах и поселках Чунского района. Третий – лирика разных лет. Родился Сергей Кириллович в Нижнелимском районе в поселке Заярск. Жил там до 2000 года. Потом перебрался в Чуну. Он закончил эстфак Иркутского университета и всегда живо интересовался историей. Печататься начал еще в университетской многотиражке. Свои краеведческие очерки издавал в различных газетах и журналах. 15 лет возглавлял Чунский краеведческий музей. И даже на посту главы поселения своей страсти к истории не изменял. Для меня история всегда представляла интерес. И я вот 16 лет проработал главой администрации у себя на родине, поселке Заярск. И никогда не забывал о истории своего родного края. История малой родины всегда связана с историей государства. История Чуны уходит корнями в допетровские времена. Начало моей книги, откуда есть пошла она, что конец 16 века нашествие татар, эпидемии и тому подобное перевели к тому, что привели к массовому бегству населения на восточные окраины, вот сюда в Сибирь. Русские первопроходцы появились на территории нынешнего Чунского района в 1-3-17 века. Вот, например, село Шиткино, которое долгие годы было райцентром, было образовано в 1726 году. Той далекой эпохе посвятил Сергей Плющенков одно из своих стихотворений. Его лирические строки словно символический мост из веков становления Руси в наши дни, а чувства и мысли человека кажутся неизменны во все времена. Край глухой и бездорожный, царство топи и болот. Век 18-й острожный появился здесь народ нравовольного, как птица. С дона батюшки приплыл, тут, надумав поселиться, избы первые срубил. Благо рядом лес и речка, есть простор и красота. Глины есть для русской печки, есть простор и красота. А охотники-тунгусы им не строили припон. Так в краю большого гнуса появился брат Чулдон. Он освоил всю долину буйной реченьки Чуны, Сеял пашню, пас скотину и не разгибал спины от рассвета до заката, Будь то лето или зима. Как живали здесь когда-то, помни юная Чуна. Первопроходцы-казаки прибыли в сибирские края, преодолев глухую тайгу. Речка Чуна несудоходно шли пешком и основали здесь свои поселения. С тех пор в первозданном краю оленеводов все стало меняться. Коренное население у нас это были и венки, и тунгусы. Они же разводили оленей, а у нас там места лесные в основном. И когда появились русские поселения, то постепенно и венки откочевали на север. Это в Якутии и в север Красноярского края. Хотя встретили их русских дружелюбно. Бурное развитие Сибири, прежде всего лесной индустрии, начинается после Великой Отечественной. В стране разруха, необходим строительный материал. И в Чунском районе появляются крупные леспромхозы. А в поле зрения краеведа попадает трагическая тема ангарлага. И хотя лагеря зоны и заключенные появились здесь еще в конце 30-х годов, оказалось, что история ГУЛАГа здесь рядом. Руку протяни. И каких-то несколько десятков лет для нее. Один миг. Почему, например, я занялся ангарстроем, ангарлагом? Потому что, когда в 80-м году был избран председателем сельского совета, мне приносят письмо. Вскрываю, дорогой начальник лагеря, я в таком-то году был у вас на зоне, кочегаром. Мне справка нужна для подтверждения стажа работы. Казалось бы, давно ли это все было, послевоенные годы. Уже в памяти Лицкую много стерлась, и поэтому только работа в архивах мне позволяет по крупицам собирать историю. Сергей Кириллович создал и опубликовал настоящее исследование по ангарлагу. Даже схему воспроизвел, где и как располагались лагеря. Каждая российская семья, дети, внуки, отцы, прадеды, очевидцы, свидетели. Жертвы, участники трагической страницы истории огромного государства. У меня отец с 1946 по 1952 год находился на спецпоселении в поселке Заярск, как бывший военнопленный, освобожденный в 1945 году в Италии американскими войсками. Это почти мифологическое смешение наций и народов в одной трагической эпохе продолжалось для историка. И далее в Сибирь начали приезжать люди со всех концов земли, чтобы узнать правду о судьбе своих близких. Встреч было немало. Например, однажды вечером ко мне стучат в калитку, я выхожу. Приехала женщина из Прибалтики, латышская писательница Анита Эдгаровна Лиепа. Мы с ней более 10 лет переписывались потом. Она искала могилу своего отчима, ей из приемной Ворошилова, Климента Ефимовича. Было письмо, что захоронен в Заярске. Мы с ней потом сходили, посмотрели, где предположительно могли быть могилки. И она об этом написала прекрасный роман «Эксгумация». А потом в Сибирские края пришел БАМ. И это была уже совсем новая индустриальная история Глухого края. Если бы не было БАМа, сейчас ни авиации малой, ни речных судов никаких, и шоссейных-то дорог особых нет. Единственное средство сообщения – это железная дорога. Не миновала моя родина краеведа и судьбы деревень, стульярка описанной Валентином Распутиным в повести «Прощание с матерой». Моя родина попала под водой Братского водохранилища. И сейчас в Заярске там проживает человек 50. Всего навсегда. Это был районный центр. Порядка 6 тысяч населения. И с Саянском Сергея Плющенкова тоже связала история. Теперь уже история строительства в Сибирской тайге нового современного города. В 1975 году здесь работал стройотряд исторического факультета госуниверситета СКИФ. И вот мы работали на благоустройстве школы. Известный саянский краевед Михаил Васильевич Жабинский знаком с Сергеем Кирилловичем с 2000 года. Они познакомились на юбилейных торжествах в честь 30-летия Саянска. Кстати, у нас в области живут только два летописца, которые ведут летописи год за годом своего края. Это Михаил Жабинский и Сергей Плющенков. Так что Саянску и Чуне повезло. А нашему городу Сергей Кириллович посвятил 10 своих стихотворений, наполненных трогательным нежным чувством любви и восхищения. Тебе, Саянск, наш труд мы посвящаем, чтоб крашей и уютней город стал, чтоб с каждой весной и первомаем ты хорошел и ярче расцветал. Тебе, Саянск, желая много счастья, пусть небо будет вечно голубым, пусть стороной пройдут несчастья, а город будет вечно молодым. Тебе, Саянск, большие перспективы людей красивых, верящих в мечту. Тебе, Саянск, высокие порывы полезных дел, творящих красоту. Тебе, Саянск, расти и подниматься твоим домам в тугие небеса, чтоб в солнечных лучах всегда купаться и слушать птиц веселых голоса. Тебе, Саянск, наш труд мы посвящаем, чтоб крашей и уютней город стал, чтоб с каждой весной и первомаем ты хорошел и ярче расцветал. Редактор субтитров А.Семкин